Игорь Геннадьевич, поздравляю вас с победой. В первом тайме вы провели, как кажется, практически идеальный первый тайм, с включением последних пяти минут. С чем вы свяжете такое вот развитие в конце тайма? Это потеря концентрации или как можно было избежать пропущенного гола? Вы знаете, я скажу так, что счет 2-0 самый такой опасный. Счет 1-0, он еще держит футболистов в концентрации, они очень внимательны. 2-0, есть моменты, где-то уже расслабленность появляется. Это и первая игра доказала сегодня Уфа с Краснодаром. Но это ненужный гол, я считаю, что мы сами себе его привезли. И потом уже, конечно, под конец первого тайма пропускаешь гол. Понятно, что уже у Самары, у них и так крылья есть, крылья Советов называется команда. Они полетели вперед, во втором тайме почувствовали уверенность. Это нормальное явление в футболе. – Арсенал успешно играет против крылья Советов в последнее время. И весной, собственно, тоже переиграли на Самаро-арене. Сейчас тенденция такая. Как вам удается так хорошо разбирать Самаро? – Почему именно Самаро? Мы все команды разбираем одинаково. Видим в команде соперника слабые стороны, сильные стороны. И делаем коррект. Футболистам подсказываем, как в той или иной ситуации играть против соперника. – Какие слабые стороны Самары? – Самары? Ну, у них есть тренер свой. Очень хорошие, у меня с ним очень дружеские отношения. Поэтому я не имею права обсуждать команду соперников. Не мое дело. – Что, на ваш взгляд, случилось в тот момент, когда был отменен гол, была травма, рассечения под глазом у румынского нападающего? Что там произошло? И почему Арсенал, контролируя игру, уходя в атаке, так панически проводил последние минут 10? – Ну, я согласен. Просто и крылья советов, команда сделала замены. Вышли еще более рослые игроки, но они использовали свои козыри. Боковые штрафные, навесы – это опасность в современном футболе. Стандарт. Ну, молодцы ребята, что они и выдержали этот натиск, но хотя и пропустили со стандарта. Я, как, например, сейчас сказал, после игры сразу флеш-интервью, что есть, на чем работать. Будем работать дальше. – А что случилось? А как вы оценили этот момент? Непонятно было? – Это трудно оттуда было увидеть, но я спросил у судьи, как он мне объяснил, что было в сайт. Но то, что удар локтем был и рассечение, ну, я думаю, что тоже надо как-то наказывать за это. Момент такой. Но это не мое дело обсуждать судьи. Они тоже пускай разбираются сами. Мое дело со своей командой разбираться. – Игорь Геннадьевич, Беляева вы заменили в конце. Мы видели, что он уходил хрома или что-то с ним случилось. Он сможет играть с ней в чьи? Пока непонятно, может быть, еще? – Ну, конечно, сможет. Макс, он волевой футболист. Там ничего серьезного нет. Вот, сейчас. Есть четыре дня до игры. Дадим ему, может, больше паузы. Просто ему индивидуально поработать с ним. Все по игровым моментам, к нему претензий-то нет. Он за четыре дня, я думаю, не разучится играть в футбол. – Чисто региональный аспект. Мы очень хорошо знаем Игоря Горбатенко. Он играл в крыльях. Он воспитанник Академии. Я очень рад, что он очень мучительно дошел к тому, чтобы стать футболистом, будучи невероятно талантливым в 16 лет. Он ключевой сейчас для вас игрок? – Я скажу в общем. У нас для меня лично все ключевые футболисты. Даже кто сидит на лавке. Потому что в любой момент потребуется их помощь. Сегодня одни играли. Завтра может с тем же ни в чего другие играть. Потому что ротация неизбежна. Сейчас тяжелый график начинается. Наша проблема, моя как главного тренера, это подвести всех футболистов в одном состоянии к игре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok